Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот это будет достаточно мой господин вы приходите в магазин когда нет начальства вот выходной допустим почему вы не начальство нам службы безопасности я здесь вот эти страта смотрите любой покупатель и начальство светлана и согласитесь пожалуйста что это не я из дома принесла поставилась и торговать любой покупатель имеет право прийти выходной день в том числе магазин правильно он должен быть гарантирован что он не купит некачественный товар в любое время святана наберитесь терпения и просто дослушайте меня потому что вы если будете перебивать мы так ну не сможем диалог построить я же начал рассказывать поэтому дайте я продолжу вы дайте мне возможно все-таки вам сказать объяснить почему мы именно так сделали никак иначе значит смотрите то что касается беседы с вашим руководителем частного магазина ну данного магазина высшестоящим руководством это мы делаем неоднократно в том числе с руководством вашего региона общались это все зафиксировано на видео можете посмотреть и так далее более того со всеми магазинами общаемся вот дошло дело и до вас там где мы до вас общались там и справились вот и пришло время вам исправиться до вас доносим что есть санитарные нормы горячий о том что товар который подлежит употреблению без предварительного мытья и технике термической обработки должен быть упакован это требование санитарных норм а если представляете мы перемоем все овощи фрукты как вы думаете насколько хватит вы меня не услышали давайте еще раз вот я вам объясню чем отличается изюм либо жареный арахис чищенный соленый от картошки лук и тому подобное дело в том что войну ведете с нашими начальствами правильно я не веду войну ни с кем крайне оказывается покупать продавцы кассиры как бы смотрите я вам объясняю нормально почему вас я не знаю кто он там вам почему он так себя ведет почему он не повышает голос оскорбляет он вас не оскорблял единственное он задал вопрос на кассе и вы среагировали так потому что он более эмоциональный человек видите он здесь я тоже могу быть эмоциональной поверьте он здесь стал не грубить хамить обзывать это что вас никто не обзывал вот именно для этой цели мы ведем непрерывную аудио и видеофиксацию чтобы нас не обвинили то что вам показалось его стороны хамства до какой-то степени возможно это так но это скажем так его особенность его характера и тому подобное он вас не оскорблял не цензурную брань он не применял ну ну такой он пускай он будет плохой да он имеет право общаться он имеет право общаться так как как ему угодно он покупатель я уверен что у вас наверняка было столько покупателей как же должны как-то взаимоуважение быть правильно сюда но давайте тогда вы говорите я послушаю ну не красиво когда мы будем говорить параллельно я слушала на самом деле мы уже вызвали службу безопасности я вам открою секрет служба безопасности ничего не решит если вы ходили нашему начальству все да еще до вас не донесло высшестоящее руководство что так нельзя что придешь пришло придут такие вот какие-то блогеры для того чтобы это поставали снимать с реализации пока не появится упаковка пока вы все не сделает нас такой не пришел мы не можем это сделать без приказа вот так я спрашиваю вас до вас руководство не донесло еще до сих пор то есть мечен артур дмитриевич до вас не донес который уже не работает супервайзером конечно он уже полгода не работает первой ну потому что после нашего диалога его убрали и кое-каких директоров понизили в должности вот после сегодняшнего диалога очень большая вероятность что вы ну не будете уже здесь работать потому что вы не реагируете на наше обращение мы вам говорим раз два три убрать с реализации покупатели любой покупатель соответствии со статью 14 гражданского кодекса имеет право на самозащиту но если такими способами приказ в письменном виде естественно мы все это уберем если придет а моего указания вам недостаточно нет недостаточно вот поэтому мы делаем то что мы делаем вот вы спросили зачем мы это делаем потому что вы не реагируете я считаю что это нормально потому что если вы не понимаете русского языка вам я вам еще раз говорю покупатели вот я могу представиться меня зовут мама и владимир владимирович так ваша фамилия светлана я не знаю но светлана да прочитал мать но по отчеству там нету как бы я по отчеству вам не обращаюсь я надеюсь это не сочтете как за оскорбление ну вот я тоже у меня можно проще на владимир обращаться поэтому светлана вам дали конкретные замечания уберите пожалуйста с продажи сейчас мы вам объясним другие замечания по конфетам если бы вы пришли нормально поговорили зачем давайте давайте без если давайте без если смотрите мы начали собирать когда мы пришли сюда ведется непрерывная аудио видеозапись когда мы раз обратились два обратились позвать руководителя я позвали но у меня тоже приемка я тоже не могу мне поставщики приходит тот же хлеб тоже молочка значит надо было донести до нас информацию чтобы мы не нервничали девочки не донесли нас эту информацию поэтому к нам никто не приходит никак на нас не реагирует соответственно мы принимаем определенные меры чтоб наглядно показать мы же не отказываемся в том числе и купить этот товар просто если мы вы его продадите это будет уже другая статья административная за продажу некачественного товара как вы сделали в куфе свалили у нас же не в куфе правильно все прекрасно понимаю что вы ходите ходите справедливости но это же не значит что крайне должно быть так а если вы не понимаете почему вы то почему вы то я же вам объяснил почему не мешаете в Арктику там сидит у нас директор так мы же там были Артур Дмитриевич Артур Дмитриевич он службе безопасности работает до этого мы еще общаемся супервайзером вашего Ленинского района Октябрьского района Первомайского района они это все знают вот если сейчас вы им позвоните и скажите вам дадут указание снять с реализации немедленно позвоните дело в том что я звонила воскресенье люди отдыхают вы не можете помочь мне яйцо на 20-30 раз обязательно смотрите срочно нормально Светлана вы так подойдете к нам еще или нет взяла ушла то есть она что ну с ней ведет диалог покупатель она посчитала что она может актуировать на пол разговора и уйти а смотри вот этот Александр не берет никому вот она за кем не звонит никто не хочет брать ответственность на себя он идет трубку если это в Октябрьском районе узнать все она без проблем да идет на контакт в любое время звоните то это Александр так может быть ей позвоним а может она сверху а может она сверху ну да 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 так и сказать что вот так его Александр да главный по Ленинскому району ну наверное так же хочет как и Мячин на другую должность пойти ну видимо да с продавцом да с чем это с продавцом ну у меня сейчас закликнул женщина взяла в руки орешки раз и бросила обратно там Мальчиковый магазин Пятерочка герой с Аэроморсом 49 давайте с вами закончим разговор значит смотрите мы вызвали полицию ну из практики мы знаем что будем ждать ее очень долго и соответственно находясь здесь длительное время мы ну сами понимаете нервничаем переживаем чтобы не было никаких с нашей стороны претензий в ваш адрес по поводу компенсации морального вреда и тому подобное я предлагаю как все магазины делают на видеокамеру говорят о том что вы исправитесь замечание устраните мы все сняли поставили там в тележке вот и соответственно финалити что претензий к нам нету мы тогда отменяем участкового идем в другой магазин то есть ну значит я просто для видео фиксирую что вот для суда что мы вынуждены здесь оставаться поскольку вы не признаете правонарушения в связи с чем мы на данный момент страдаем вы же общались с высшим руководством не перебивайте меня все руководители других магазинов этот вопрос решают можете зайти в интернет посмотреть все мои видеоролики на эту тему там вы увидите чем заканчивается но это ваши сложности значит еще раз финалю что если вы сейчас не позволяете нам урегулировать дело миром соответственно мы подаем исковое заявление в суд и требуем компенсации морального вреда потому что на данный момент мы испытываем дискомфорт находясь здесь спина больная я не могу долго находиться в таком положении стульчик мы вызвали мы еще раз говорю что мы можем отменить полицию если мы сейчас урегулируем данный вопрос почему бы для того чтобы зафиксировать и снять с реализации ту продукцию которую вы настойчиво хотите реализовывать нарушение санпин и технического регламента потому что мы до вас иначе достучаться не можем если мы сейчас до вас все таки достучались вы говорите на видео запись чтобы мы могли выложить это чтобы в этом магазине тоже будут устранять потом мы сюда придем обязательно через какое-то время проверим есть ли эти нарушения или нет то есть в какой-то магазин мы четыре раза приходили в какой-то там меньше сегодня выходной день я до начальства естественно дозвониться не могу но мы к сожалению тоже не дозвонились завтра понедельник будем исходить к вопросу давайте сделаем так еще раз светлана еще раз повторю в чем сыр бор в том что либо мы сейчас уходим и отменяем полицию либо мы не уходим и не отменяем полицию соответственно если по второму варианту мы то что мы сейчас дискомфорт испытываем мы будем обращаться в суд понимаете никогда не нужно доводить хорошо я вам объясняю я вам объясняю почему мы должны дождаться полицию ну по крайней мере со своей стороны то есть вы меня не услышали да как ваша фамилия исаева да значит светлана исаева я конечно не ваш руководитель но я предпринял все меры чтобы вас уволили слушаешь меня нет услышал меня я предпринял все все свои усилия все свои усилия предпринял чтобы ты здесь больше не работала с вами по-человечески разговаривают объясняют причину что мы здесь не можем находиться долго и ты провоцируешь это ты провоцируешь конфликт тебе говорят что ты нарушила санпин и технический регламент ты ничего не нарушила сейчас мы тебе докажем это свободно свободно говорю свободно и здесь ты работаешь последний день свободно давай надо брать у меня в руку я по камере посмотрела как вы взяли и помяли вот действительно тупые все тупые хорошо это тоже помял да может мне этой банки помял все вы можете нормально разговаривать с вами нормально разговаривать светлана я вот дождь до данную секунду ты будешь разговаривать куда ты пошла дверь закройте пожалуйста что еще закрыть каким посторонним здесь аварийный выход ты че меня толкаешь что мужчина здесь вообще шклад у нас ты че меня толкаешь вообще руками вообще валдела что вы не иметь права сюда заходить я не зашел голову тебе снять да мне пофиг что написано ты че меня трогаешь ты че меня трогаешь потому что я хочу чтобы ушли если б ты хотела чтобы ушли ты бы сделала то что тебе предложили да я буду что угодно делать и кричать тоже буду так созвони с высшим руководством ну дальше что да никто не ругается женщина проходите дальше я вам объясняю мы не можем уйти мы будем дожидаться полицию которая будет сюда ехать пять часов вот то есть ты сама провоцируешь конфликт ты заставляешь нас здесь ждать пять часов для того чтобы признать правонарушение на видеокамеру извиниться перед потенциальными покупателями чё непонятно потому что ты себя неадекватно ведешь я выложу видео полностью чтоб ты посмотрела как я с тобой нормально вежливо корректно разговаривал и только после того только после того как ты начала себя так вести я с тобой так начал разговаривать да потому что ты заслужила это ты не уважаешь покупателей понимаешь ты не уважаешь с тобой по-человечески по хорошему ссылаются на нормы нарушающие ну вы не имеете права сюда я не зашел в подручение а зайти имею право здесь аварийный выход вообще-то аварийный выход у нас есть там тоже есть ну здесь открыто подручение смотри что творит тут все просто неадекватное дебильное просто то есть она умышленно делает так что мы здесь дожидались сотрудников полиции просто умышленно ну что ты сказала полицию что не вызвала то а где твой гбр сколько они у тебя едут то неделю тыкать тебе буду с тобой потому что ты вообще здесь хуже чем уборщица ты ниже ты хуже поломой а вот начало тыкать еще и матом даже матом ругнулась а мне микрофон хорошо пишет все мы нормально разговариваем женщина нормально вот если бы она себя вела адекватно и что мы теперь будем этим все время прикрываться если она женщина должна нормально общаться ну культурно с женщина разговаривали культурно объяснили что нарушает вы за нас не переживайте кто переживает за то что мы плохие я могу признать что я самый плохой в мире человек но это не повод нарушать и со мной так разговаривать со стороны работников магазина вызвали гбр полицию да ничего никто не вызвал никто из тебя ничего не приедет потому что во всех магазинах мы решаем вопрос без вызова полиции нормальный работник магазина извиняется на видеокамеру и говорит что устраним устраняет эти замечания и все на этом а здесь она не может принять решение почему по-другому не понимает смотрите какая у нее была сразу реакция видите реакция есть неважно положительная не положительная но она есть мы провоцируем для то чтобы она все таки приняла какое-то решение сейчас мы ее вывели за равновесие как минимум она будет добиваться чтобы сюда приехала полиция потому что полиция на наши вызовы не приезжает я согласен что неприятно но я говорю у нас другого выхода нету потому что полиция иначе не приедет не приедет полиция а сейчас она приедет потому что будет вызывать магазин когда вызывает магазин полиция приезжает только так и никак иначе к сожалению ну уж тебя она вывела я думал это не наступит Денис меня трудно вывести это я ее попытался выбить из равновесия потому что человек просто непробиваемый я ей говорю одно она просто тупо смотрит на меня не первый раз приходим в эти магазины данной сети во всех магазинах по крайней это октябрьского района все уже понимают все уже знают все уже видели наши видеоролики с руководством общались все указания нету здесь почему-то скажем так руководитель данного магазина не услышала нас претензии наши не приняла и решила встать на позицию ждите полицию дождайтесь полицию тратьте время я не принимаю убирать с продажи ничего не буду соответственно мы чтобы люди не брали потому что при нас продолжали покупать мы просто сняли вот эти коробки то что нельзя продавать в открытую вот ну и вынужден ждать сейчас позвонил непосредственно я в полицию сообщил о том что говорится нам хотя бы ппс чтобы мы просто передали зафиксировали и ушли покинули потому что мы можем участкового ждать и пять часов и участковый может не на не приехать сегодня потому что у него своя работа вот как нам быть в этой ситуации ожидайте полицию ну вот я да он нынешне отвечают за это просто мне информация поступила что вы пытаетесь прорваться на склад прорваться а с какой целью можно узнать не знаю ну максимум что мы открыли дверь чтобы нам позвали руководителя потому что у нас была беседа и она подошел другой покупатель и она почему-то ну диалог со мной променяла на диалог с это с другим покупателем развернулась и ушла и при этом она говорит что как бы ну она считает что она не по-хамски себя ведет я конечно долго это все терпел ну под конец я дал тоже ту же самую монету повысил на нее голос естественно ну я рамки дозволено не приходил оскорбление не допускал конфликт есть почему потому что мы не можем покинуть магазин не дождавшись сотрудников полиции в этом есть конфликт я имею в виду вообще конфликта нету ну драки нету если вы про это а конфликт есть Светлана будете принимать решение о признании правонарушения и принесения извинений я прям перед кем должна извиниться не перед нами перед потенциальными покупателями за то что имеется нарушение у вас и у него есть проект хорошо вы пожалуйста сейчас передо мной извините за что вы меня оскорбляли что вы врываетесь на склад Светлана лично я вас оскорблял если я оскорблял какими словами оскорбляли вот ваш друг оскорблял давайте я за себя отвечу ко мне у вас претензии какие я вас оскорблял вы тоже меня начали оскорблять вы стали повышать на меня голос я повышал голос вот у вас там все записано я покажу я какими словами вас оскорбил а почему вы решили уйти вызвали полицию давайте в полиции решать мы этот вопрос уже решили с полицией поэтому мы сейчас подошли сотрудникам ГБР узнать будут ли у нас какие-то претензии да или нет на данный момент я так понимал все таки вы готовы были сейчас признать правонарушения извиниться и решить конфликт когда мы сейчас сделаем именно звонок об отмене я тоже вызвала полицию это понятно то что вы меня оскорбляли с этой целью да никто вас не оскорблял у нас идется непримирная видеозапись я понимаю я так думаю что вы будете выгладывать вы все это вырежете там где вы оскорбляли обновали меня нормально для сотрудников полиции мы не будем вырезать для контента моего я может что-то вырезать понимаете но для сотрудников полиции мы не вырежем только то что будет выгодно вам вы вылазить я сам строю сюжет понимаете ну вот это вы считаете что нормально вырваться на склад вы не понимали я зашел на склад а что вы делали я на склад зашел да меня толкали я вас пригласила пожалуйста отойдите чтобы закрыть двери секундочку вот смотрите это видео без монтажа будет у меня на канале просрочка без цензуры показали все что я говорил и спрашивала ступая вы или нет и как еще вы имеет право меня оскорблять я вас не повторяю попросила зом keine я вас не оскорбил Pero you вы не на склад сбралась я схожу она меня вытолкли вы сказали что я зашел я не стала я не сказала вы уронулись я надежное я помню Когда с вами разговаривают и пытаться убежать, как вы сделали первый раз в Покамске, я с вами разговариваю, подошел покупатель. Вместо того, чтобы ему сказать, подождите, я сейчас закончу разговор, что вы сделали? Я уже должна тоже к покупателю подойти и посмотреть, есть у нас остатка. Вы проявили демонстрационное неуважение ко мне, понимаете? Я это проглотил, я это стерпил. Вот вы скажите мне честно, вы этим что добиваетесь? Добиваюсь только одного, чтобы вы насквозь решали. Вы работаете в каком-то определенном органе. Какая разница в органе? Я вам даже сослался на статью. Но вы сейчас вот отрываетесь чисто на мне. В смысле? Говорю, если бы вы изначально не делали этот конфликт, ничего бы не было. Ничего бы этого не было. Вот вы сейчас продолжаете этот конфликт, понимаете? Вместо того, чтобы сделать все, что мы вам говорим, признать правонарушение. Я в том, что у меня машина 20 туалетов. Мне нужно их принять. Тысячу причин. Тысячу. Просто сказать, что признаем правонарушение и исправимся. Мы, скажем, хорошо, придем на днях. Если у вас не будет исправлено, значит вы, прямо вам скажу, балабол, понимаете? Как вы сказали, Мечену вашему... Я вам объяснила. Завтра у нас работают все наши начальства. Ваша задача сделать так, чтобы продукт, который нарушает нарушение санкинга... Я же не могу прыгнуть выше головы, правильно? Вы можете снять с реализации все. Я сниму сейчас все с реализации. Мы уже сняли. Так вот, вы можете просто сказать, что мы признаем правонарушение. Сегодня вот это реализовываться не будет. Хорошо. Вы можете принять свою ошибку в том, что вы испортили товар? Вы весь его свалили в кучу. А в чем это? Вы могли по-хорошему сказать, пожалуйста, примите реализацию. Вы же даете, мы предъявили его на кассу. Предъявили на кассу. Нам не хотят взять оплату. При вас это было. На видео зафиксировано. Извините, вы все в кучу свалили. Так в чем испорчено? Он не подлежит употреблению или что? В чем проблема? Мы не можем вам продать такой товар, потому что у нас каждый товар имеет официальную пыловую услугу, по которой мы его не можем продать. Вы не можете, еще раз объясню. Потому что вы должны были распрасывать его. Потому что он должен быть распрасован. Не мы должны распрасывать. Это ваша обязанность распрасывать. Ваша, не наша. То, что мы за вас там должны это делать, вы ошибаетесь. Мы как раз наглядно вам показываем таким способом, что это ваша работа и обязанность. Если бы вы нас с первого раза услышали, мы бы этого не делали. Я вас вообще вижу первый раз. Вы пришли мне и нахамили, и оскорбили. Но вас никто не оскорблял. Хамство, согласен. Я долго терпел. Вы скажите, вы должны хамить. Я же тоже с вами хорошо разговаривала. Пока-нибудь вы не стали с вами хамить. Я вам наглядно показал, как вы себя проявили неуважение. Я с вами разговариваю. С вашей стороны полное уважение ко мне. Я такой же здесь работающий человек. Смотрите, мне все равно, с кем вы работаете. Вы должны общаться на работе с покупателями. Я с вами хорошо общалась поначалу. Пока-нибудь вы не стали повышать на меня голос и оскорблять. Вы понимаете, я стал повышать голос уже здесь, когда я находился. Когда я вам раз сказал, вы демонстративно не слышите меня. Я вам еще раз объясняю. Я не буду считать стоять что-то по-моему. Светлана, я никогда не... На самом деле, я человек такой, я тогда вас еще мог бы остудить. Понимаете? Как только вы ко мне с задницей повернулись и ушли с другим покупателем. Но я не стал этого делать. Я это отложил на вот этот вот... Я извинилась. Вам сказал, извините, я сейчас подойду. Вы мне извинились? Я вам догонку говорил, вы подойдете или нет? Я вам объясняю, что у меня рабочая... Да не надо объяснять, просто нужно передо мной как-то объясниться, сказать, что так и так. Я не могу с вами продолжить разговор. Я вам сказала, извините, я отвлекусь на покупателя. Неужели этого не было? Светлана, давайте... Просмотрите, пожалуйста. Я просмотрю и покажу. Вот это сейчас что такое? Это уважение. Мне нужно принимать товар, понимаете? Я не могу весь день потратить на вас, чтобы... Да не надо тратить день, просто извинитесь за ситуацию. Извините, пожалуйста, мне надо принимать товар. Да не... Если вы можете подождать, пока мы выгрузим 20 полет. Хорошо. Светлана, вы признаете, что реализовывались нарушения Санкина? Я ничего не буду признавать, потому что я не сама вылазила эти коробки. Вы, как ответственный работник, отвечаете за действия ваших всех подчиненных. На данный момент вы старший в магазине. Соответственно, отвечаете за действия всего магазина. Сегодня это так. Завтра будет другой работник отвечать. Но сейчас вам так повезло, вы будете стоять и краснеть за магазин. Понимаете? Хорошо. И вам нужно признать это как правонарушение и сказать, что мы исправимся. Вы это будете исправлять. Не вы, другой директор. Но на данный момент, на данную секунду вы отвечаете за магазин. К вам лично претензий нет. Я не говорю, что это вы выложили. Я не могу принять это правонарушение, потому что это не мой личный товар. Это понятно, что это товар магазина. Хорошо. Давайте я еще раз повторю. Я не знаю. Послушайте внимательно, не перевивайте. Значит, товар, который подлежит употреблению в пищу, сразу без технической обработки, либо мытья, должен быть упакован. На упаковке должна быть маркировка. Я вас понимаю. Весь товар, который у нас в листовой обработке, мы сейчас снимем в продаже до результата нашего начальника. Хорошо. По-другому скромнирую вопрос. Вы знаете эту норму, что вот такой товар, который подлежит употреблению в пищу, без предварительной термической обработки, либо мытья, должен быть упакован. Эту норму вы знаете? Знаю. Знаете. То есть, соответственно, раз это не выполняется, это называется нарушение. Правильно? Значит, вы должны признать это нарушение. Мы признаем свое нарушение. Вы исправите его? Мы постараемся исправить. На данный момент у вас лично ко мне есть претензии? Есть. Какие? Слушаю вас. Вы меня оскорбляли. Как лично я вас оскорблял? Вы салили на меня голос? Назвали меня тупой. Я вас называл тупой. Вырывались нам на склад. Светлана, я вас называл тупой. Вот ваш друг. Вы вместе? Я задаю вам простой вопрос. Лично у вас ко мне есть претензии? Меня не волнует, какой у него там характер и какое у него настроение. Я про себя спрашиваю. Про Дениса Анатольевича. Он с вами сейчас сами побеседует. Не буду. Будет. Извините. У меня больше времени на вас нет. У вас лично ко мне есть претензии? Есть. Ну вот как стоит? Ну вот как по-другому? Ну вы слышали. Право улучшения признают. Соответственно мы покидаем магазин. Это как что? Поэтому мы сюда подождите. Вы все ждать не будете? Да нет. Да мы уже сообщили. Мы сказали, что мы просто не можем здесь находиться. Хорошо. Ну Джейс, ну вы видите, что говорите. Конечно. Просто невозможное общение. Вроде и признает. И в то же время все. Так понял. Ладно. Счастливо. До свидания. Мамаев ПРО. Всем привет и застань. Спасибо. Спасибо. Вот. Предлагаю как бы поделиться впечатлениями, как мы сходили в магазин Пятерочка. Какой там адрес? Герой Сироморцев 49. Герой Сироморцев 49. Ну вот твое впечатление. Герой Сироморцев 50.